Кукуйский народ, с вами Клейнс, у меня хрип голос немного, но тем не менее я всё равно записываю этот ролик. Это что-то вроде моего первого влога, никогда раньше не записывал влоги. Ну как, я записывал просто не в таком формате, чтобы прямо дома как-то показывать себя, ещё что-то. Как-то это не про меня, как будто бы... Но тем не менее, я беру пример с Кирюхи, с Варпача, и мне хочется вот так же, чтобы, так сказать, было. Вот, к тому же я купил камеру, нужно как-то... Боже мой, вообще другой голос. Нужно как-то ей пользоваться почаще, то есть помимо игровых роликов будут ещё вот такие лайфстайловые ролики. Прямо сейчас я поеду на студию к Лёше, Лёша там кое-чем занимается, так сказать, ну, студент звукозаписи. Ну и сейчас вы увидите какие-то кадры, короче, оттуда вот. А ты понимаешь, что мне могут дать АП за эту музыку? Я буду сейчас в комментариях играть, что тебе АП дали. Да? Спасибо. Спасибо большое. Ух ты ж, ёпер-моппер, шлоппер-флоппер. Кстати, надо будет это самое, понюхать носочки. Срочное включение, хайпер пытаются взломать, боже мой, что делать, что делать, что делать? Где я, что? А, ну, в принципе, можно и потанцевать, так сказать. Ой. Давай я вставлю просто на монтаже, что у тебя всё получилось. Смотри. Почти, давай ещё. Качественный контент. Если тебе нравится сидеть на полу, бро, то ты всегда можешь сесть на пол. А я просто полежу. Ты играешь в самую ненавистную игру на свете? Пип! Ой, ты какая-то я. Вообще, на самом деле, я... Как бы нельзя вам пока показывать всё остальное. Но если вы дождётесь лета, то лето выйдет полноценная часть вот этого влога. Ну, в смысле, не влога с Кирюхи Дере, а вот именно вот отсюда. С того, что там флиппер делал. Давайте вы просто дальше смотрите. Сейчас будет другой материал. Только выключите. Итак, супер-классная история, как мы добирались вот отсюда до... Где вот этот... Ну, короче, где-то вот тут вот находится Новокузнецк. Вот он, кстати, да. Как мы добирались? Ну, мы взяли билетики, всё хорошо, как бы. И с Питером мы сначала летели вот сюда. Где Москва? Боже мой. Лететь от силы сколько там? Боже, где-то часа полтора, наверное. Но рейс у нас задержали. У нас был всего лишь час, чтобы пересесть на другой самолёт из непосредственно Москвы в Новокузнецк. Сейчас я вам это самое-то прилететь. Где-то четыре с лишним часа. Ну, вот, как бы видно, да? Мы немножечко не попали на этот самолёт. Это был самый последний рейс. Дело в том, что из Москвы в Новокузнецк летает только один рейс. Но мы, как бы, с Хайпером не растерялись. Поэтому мы, как бы, немножечко сделали по-другому. Мы из Москвы полетели в Новосибирск. Вот. Новосибирск, как бы, в принципе-то, если посмотреть, то по карте не так уж и далеко, да, находится от Новокузнецка. Но, тем не менее, мы долетели до Новосибирска. Всё было хорошо, кроме одной причины. Из Новосибирска нужно было как-то добираться до Новокузнецка. А самолёты, естественно, туда не летают. Да и дорого. Поэтому мы сели на машину. Через кое-какое приложение, не буду говорить, через какое. И добрались до Новокузнецка. Ехали мы 5 часов 15 сраных минут. И это была очень долгая, но при этом очень приятная поездка. Короче говоря, история такая. Я думал, что мы должны были из Питера сначала лететь в Москву, а потом в Кузнюк. Но так получилось, что рейд задержали. Рейд задержали и в итоге... Мы летим в Новосибирск. Мы летим в Новосибирск. Да, подписчики только что, подписчики точно не встретили. Он подошёл, поздоровался и сфотовался с нами. Братишка, если ты с нами сфотовался, то обязательно отметь в Инстаграме, да. Короче, пришли к Варпачу. Чекайте, чекайте просто. Сейчас вот. Школьники, пришли. Уже остался, походу, с дивана. Ага, походу одевается. Это так, что он. Да, да. Да, да. Да, да. Да, не верну, да, я посмотрю. Скорее, откажем. Что так, давай раздеваемся, так сказать, на проге. Мне очень нужно зайти в эту квартиру. Улыбиться, сука, ко мне домой. Не бей. Сука, вот это разная. Здорово. Охренеть, вы путешественники. Здорово. Не идти, еще путешественники. Нарцекс? Аааа. Ты че бил, Лот? Я бил. С элементом олимпийского БДСМа. Мне так жалко твою будущую девушку. Шире ешь. Давай, вот так вот прям съешь это. Сновень. В смысле? Наношение. А знаешь, камера такая сейчас резко, которая как ниже. Ты не едешь. Привет. Ну капец, у нас не у дела. Какие у тебя дела? Пока. Алкаши, алкоголики, дуги. Собрались, все. Все, ничего не забыли? Я не алкаш. Это? Я в другой. Саня? Саня. На техно, я плачу, на техно. Саня, я хочу домой. Мне кажется, Леха уже не живой. Ну да, он спит, это нормально. А ты живой? Я живой. А я тоже почти что. Ой. Достаточно опытный. Ух ты ж, епс. Сейчас. Я прекрасно понимаю, что это все дело прыгает туда-сюда. Но по временному промежутку сейчас где-то сколько прошло? Ну, где-то полтора суток, наверное. Вот. Мы успели приехать к Кирюхе там. Мы так долго ехали. Это просто очень длинная история на самом деле. Но если коротко, то наш самолет с Лешей задержали. И мы вместо того, чтобы полететь в Новокузнецк, потому что не успели, полетели в Новосибирск. И оттуда мы уже попутками добрались до Новокузнецка. С помощью там одного приложения. Не буду говорить какого. Сейчас мы в Ширикеша. И первые сутки мы там просто немножечко там что-то поделали, там повеселились. Сейчас потихонечку просыпаемся. И, наверное, пойдем кататься. Вот. А еще у меня голову с больной. Организовалось все рабочее место вот такое. С козлом. Леха все еще спит. Мы тут немножечко проснулись с минералочкой там. С прочим таким делом. У меня все еще ужасный голос, но тем не менее. Вот. Сейчас я помонтирую, подпишу видосики. И сейчас я вам еще вид из окна пока. А вот, короче, вид из окна. Вот такой вот здесь. Там гора получается. Не знаю, что за гора, но гора. Зеленая гора. Зеленая гора мне тут подсказывают, так сказать. И вот такой вот видок. Ширикеш, пацаны, так сказать. Ой, еще думаю сейчас. Пока что думаю, стоит ли ехать на сноуборде. Потому что я катался два раза в жизни. И, ну, я бы не сказал, что я прям умею. Просто вот есть как бы тренировочные склоны, да. Где, получается, не резкие, а вот такие, типа. Чуть ли не по прямой едешь. И там я что-то, в принципе, могу сделать. Потормозить немного, еще что-то. Вот. Ну, сейчас я еще подумаю, в принципе. Потом приехал в Шириге, шине покатался. Сейчас сделаю. Нет, это не так работает. Подписывайтесь на канал. Хайпер. Короче, мы в Ширигеше, да. И решил сделать небольшой руб-турчик. Что у нас здесь происходит. Это мое рабочее место временное. Вот. Я здесь монтирую вам брулясики. Здесь список раллясиков, типа такой. Я его закрою. Это конференциальная информация, так сказать. Все еще голос ужасный. Ну, окей. Ну, вот это моя кровать. Мой уголок. Хайпер спит вот здесь. Салам. Салам Боба. Привет, ребята. Вот. Помимо всего прочего, у нас есть, типа, душевая здесь. Вот. И... Ну... Раша говорит ему, типа, мало места. Мне мало места. Так я меньше, Паша. У меня душевая меньше. Я не привык просто к такой все выходить. Да. И пародия на Эксайл. И, короче, говорят, это те дела. Что еще там? В этой комнате ничего нету, кроме шкафа. Но в шкафу... В шкафу ничего нету. Ничего нету. Сноуборд дяди. Это собака. Я думал, она нам, типа, настоящая. Кстати, да. Я вообще офигел. Тебе думали, Лен, зачем она... Да. Если... Ты что, я сонный. Только что прокомнился. Это Паша. Да, это мой влог. Это его влог. Провожай бесконечно. Здесь мы кушали и отвечали, танцевали, еще что-то делали. Вот. Кока-колка, пицунька. Вот. Ну и, в принципе, еще все. Чем-то вещи там валяются. Но мы их не будем внимать. Кстати, да. Что-то фига. Я не знаю. Куда вы носите его. Как мы будем. Но это не мусор. Это просто пакет. Если что, ребят, мышь, не свиньи. И сейчас покажу вам самое главное. А я еще вот две раз, которые мы будем накататься. Но с левой стороны. Потому что здесь перегородка окна. Я надеюсь, что на всех будут салюты. Кто влоги палец, а эти будут тогда на что дать. На самом деле, даже голова немножечко болит. Типа, конкретно так. Ну, в принципе, сейчас я не знаю. Таблеточку выпью и все будет. Я думаю, окей. Что за нытье? Сейчас кататься, короче. Пойдем. Нормально. Хорошо. Что там уже? Ну, тоже ничего. Я же в середине. Привет, Саша. Свою фотку поставил? Это мой старый фотк. Паш, давай. Куда идем? На гору. Минуточка оправданий. Я не особо много катался на сноуборде. По той причине, что у меня немножечко шибунуло давление. Или что-то вроде того. Потому что я был на высоте. И, видимо, организм к этому не особо привык. И мне стало не очень хорошо. То есть у меня заболела шея, заболела голова. И я спустился с, получается, горы. Но сначала не в ту сторону я спустился. Потом спустился в нужную сторону. Дождался ребят. Мы немножечко посидели за столом. Вот. Ну и потом ближе к вечеру. Там сначала согоняли в бар. Там попили кока-колу. Прочее такое дело. Не только. Ну, я там не только попил, пацаны. Вот. Ну и, короче говоря, дальше вы все во влоге увидите. И что там будет. Вот. Видео. Что за песня? Немождение. А ты что, блогер? А ты? Нет. И это... Я на айфон снимаю? Ну, я тоже. На шестой. Вот так вот надо снимать. Ой. Ну, ладно. Но ничего не умею. Зай. Давай. О, тихо-тихо. Что-то происходит. О, тихо-тихо. Спасибо. Спасибо. Давай, давай. Давай, принимаю. Спасибо. Счетчик. Вот. Я реально это хотел. Я очень долго этого хотел. Мы с Евгехой рофлили по этому поводу год назад. Авторская права пролетит. Я буду. А я не вижу. Все. Спасибо. 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 Спасибо большое. Как дела, Алешка? Ты поспал? Нет. Почему ты не поспал, брат? Спать хочу. Знаешь, почему ты хочешь спать? Почему? Потому что ты всю ночь пиву лимонадик. На самом деле нет. Да? Я просто слушаю. Ну, тоже такая же проблема. У нас еще вот здесь вот был человечек. Он спал, и я завидовал ему, что он спал. А где вот это даже не в этом, он еще и это храпил. Я не слышу. Ну, это нормально, что нет. Что я не слышу. Нет, вот с ним то нормально, и все. О, я знаю, кто это. Это кто-то. Это кто-то. Любимый. Я что, капец, руки болят. Сильно руки болят. Когда первый раз начинаете на субботу, старайтесь не падать, чтобы потом не вставать, чтобы наше утро не болели руки. Короче. Блин. На самом деле без падений никогда не обходится. Вот Леха покатался, Леха попадал, у Лехи есть опыт. И Леха еще раз хотел бы покататься. Но! У меня болят руки, у меня болят ноги, у меня все болит. Короче говоря, ребятки, это, конечно, было неплохо. Мы... Ну, я на самом деле совсем не покатался, но при этом было очень весело. Мы все заобщались. Ну да, там такое, типа. Не половина, сколько там, боже, метров 50 я, наверное, съехал, потом мне фигово стало. И вот вы понимаете, это опять же доп-мотивация. Леха, это опять же доп-мотивация для того, чтобы просто, ну, типа худеть, потому что с таким давлением, с таким еще чем-то, ну, типа надо бы. Качественный контент. Двойная качественная. Ой-ой-ой. Логан, Логан, Пол вот так вот делает. Я хочу показать мой вид. На, давай, я тоже покажу. Я показываю Леху, который показывает вид. Он здесь шикарный. Здесь напротив нас. А я уже это показывал. Ха, все, воровство контента. А это моя кроватка, и я тут уже все собрал. Короче, ребята, прикол в том, что я не записал толком материал, который, ммм, когда катался с Лоунглогом. Поэтому смотрите мой блог. Нет, у него тоже нет этого материала. Я возьму у Кирилла некоторые материалы. Вот. Все, все, все. И вставлю ролики прямо сейчас. Вот, вот. Ну, все. Пока. Монтаж типа, знаешь? Да, это монтаж. Ну, я сейчас в душ пойду. Главное, не запиши, я пукаю. Ладно. А-а-а! Я уже, как бы, да, уже тут. Ну, ты вырежешь, да? Да, да, конечно. Спасибо. Я пошел в нее. Да, давай. Короче говоря, ситуация еще не такая, что мой подарок Кирюхе, он, я не знаю, мне всегда мои подарки куда-то задерживаются. Прикол в том, что мой подарок, про который... Мне первое время передадите записать на камеру. Да нет, зачем? Короче, мой подарок, он, в принципе, очень похож на подарок Хайпера. Но я его заказывал где-то неделю назад, и он все еще идет мне на мой адрес. Так что мне придется, наверное, с этим повременеть. Вот. А у Хайпера болят ноги. Субтитры сделал DimaTorzok Погнали, короче, поднимаем в лес. И на доске, хоть на тачке. Вадик тоже кайфует от леса. Вадик говорит, Вадик, как лес? Забез. Вадик говорит, лес забез. В общем, Катя думает, что она спряталась, но это немного не так, потому что смотрите, а я не буду показывать. Тем временем Кирюха такой недовольный такой. Кирюха, что будет? Это в Арпатах написано тут, а там знак. Не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Пробежал паук. Не спрашивайте у нас, пожалуйста, как это произошло. Я думаю, они даже не хотели спрашивать. Вы, если что, вы не хотели спрашивать, как это произошло. Я не скажу. А я не буду рассказывать. У Кирилла, увидите, у него там. Они там машины вытаскивали, там еще что-то. Короче, все спойлерить не буду. На носки. Носки. А у меня тут трусы валяются, а тут Катюха рядом лежит. Ну, не в трусах ходил. Качественный контент. Это я. Хоть в трусах. Хоть нет. Ну, все, Паша выключил. Сейчас он включил. Нет, он выключил. Здравствуйте. Кирилл, ты профессиональный игрок в Counter-Strike? Я профессиональный игрок в Counter-Strike. Так, это рекламный интеград. Давай. Как давно ты играешь в эту игру? Я играю в эту игру уже больше года. Если вы хотите узнать какой-то промокод на получение гемов, то заглядывайте, конечно же, в описание. Все. Но Clash Royale мне ни разу в жизни не платили. Clash Royale, пожалуйста, заплатите за то, что я снимаю вашу игру. И заплатите всем людям, которые снимают вашу игру. Они были бы вам очень благодарны. Но Clash Royale это игра, которую никто никому не платит. Потому что ты знаешь, как платить GTA 5 за съемку? Она и так клевая. Зачем за нее платить? Это нелогично. Я просто помню, что первый ролик, когда я начинаю снимать, все говорили, что это... Ё-моё, какие усики. Я пытаюсь сфокусировать. Это просто пропуск в чьи-то трусики. Еще и бородка. Даже у меня усиков нет. Это Tesla. Это Model X, а это Model X. У меня будет такая. В июле. Смотрите, изи буст черная. Сколько там? 700 долларов. Там вот это. Вы вот просили у Кирилла room tour сделать. Тебя часто просят, чтобы ты room tour сделал? Да. Вот. Все, я сделал вам room tour. Все, пока. А я сейчас поеду домой. У тебя было круто на ТР. Спасибо. Приезжай еще. У меня руки, ноги, все болит вообще. Не рассказывай никому, что мне было плохо у тебя в туалете, что я там ходил в туалет. Не только. Все, кто приезжают к Курпачу? Нет. Нет, не расскажу. Я тоже никому не расскажу. На самом деле, это не конец моего путешествия. Боже, какая рябь. Типа, я еще сейчас поеду в Кемерово и навещу там своего старого деятеля. Не закрывается, ничего не делается.